Здравствуйте! Это программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами. Это вкусно, полезно и интересно. И сегодня мы отправимся в чудесное гастрономическое путешествие по Японии. А нашим гидом в нем станет Татьяна Зубарева, представитель японской национальной туристической организации во Владивостоке. Здравствуйте, Татьяна. Первый вопрос, конечно, рассказать непосредственно о вашей организации. Тут все просто. Цель японской национальной туристической организации – рассказать о Японии жителям России так, чтобы вам захотелось туда поехать. Во всяком случае, все мои знакомые, которых я знаю, если там были, хотят отправиться туда еще раз, а если не были, то мечтают там побывать. Вы были неоднократно? Да, повезло побывать в Японии, конечно, и неоднократно действительно. Получилось проехать в разные, конечно, заезды Японии. В общем-то, с севера Хоккайдо на самый юг Тайкинава. Япония, несмотря на то, что многие считают ее очень маленькой страной, она невероятно разнообразная. И действительно, каждая префектура чем-то отличается, чем-то особенно. И стоит посетить как можно больше мест Японии. А какой город был ваш первый город в Японии? Первый мой город – это город Хоккадаты. Как обычно, люди прилетают в столицу страны. Я со столицей познакомилась уже, наверное, на второе или третье путешествие. Мне повезло побывать еще на студенческой стажировке в маленьком городке на севере Японии. Это город Хоккадаты. Ну, вас тогда что-то конкретно впечатлило очень сильно там? Да, на самом деле, наверное, самое главное впечатление было – я ехала в Японию, представляла это каменными джунглями. Но когда мы прилетели, тогда еще был рейс в Ниегату, и мы 10 часов, представляете, то есть маленькая страна, и мы 10 часов ехали на электричке до города Хоккадаты. Это небольшой курортный городок, сжатый между гор, очень красивый город. И на нас там еще, в общем-то, на европейцев смотрели так, как на что-то необычное. Поэтому мы так прикоснулись к настоящей японской культуре. Это было, на самом деле, здорово. Япония славится таким контрастом, традицией, технологией. Во всех ли так префектурах? Или все-таки есть еще такие деревушки, которые сохранили исключительно традиции? Есть, действительно. Есть такие деревушки, которые не просто сохранили вынужденно свои традиции, они действительно стараются это сохранить. И в Японии то, что у нас в России сложно увидеть, когда это будет странно, либо на каком-то празднике, может быть, какую-нибудь девушку в сарафане и кокошнике. Ну, практически это невозможно, если это не какое-то специальное мероприятие. Тематическое. Да. В Японии же это абсолютно нормально. Японцы сами до сих пор ходят в кимоно, в юката. Это нормальная одежда. Понятно, что в офис все приходят в костюмах, в какой-то официальной одежде, но, опять же, надеть кимоно в выходной день, потому что у вас хорошее настроение, это замечательно. А в деревушках, да, сохраняется традиционный уклад жизни, и, например, есть такая деревушка Сирака-Ваго, им давно предлагают проложить дорогу, чтобы было удобно добираться. Железные дороги, которые пронизывают всю Японию и, действительно, придают такую хорошую возможность путешествиям. Жители самой деревни очень сильно против, потому что они говорят, к нам и так много туристов приезжает, и так мы совсем превратимся в нечто проходное. Мы хотим сохранить свою культуру, поэтому, пожалуйста, ездите где-нибудь в других местах. Мне кажется, русскому человеку сложно это представить в том плане, что мы, наоборот, всегда хотим, чтобы сделали дороги, да, проложили, а вот там вот такая история очень интересная. А там вот так комфортно, да. Насколько все отличается в разных странах. К слову о традициях. Сегодня мы пробуем блюдо от шефа. Это блюдо сёгояки. Я думаю, вы его узнали наверняка. Это традиционное японское блюдо. Татьяна, может быть, вы нам пару слов о нем расскажете? Сегодня нарушим правила, поскольку вы специалист по Японии, можно сказать. Ну, не по японской кулинарии, конечно, но все-таки возьму на себя смелость, да, что-то рассказать. На самом деле, вот все, наверное, представляют, что когда мы пробуем японские блюда, здесь должны были бы быть суси. Ну, мы уже, в общем-то, не раз об этом всегда стараемся говорить, что суси – это не совсем такое прям исконное японское блюдо. Это не то, что стоит каждый день у каждого японца на столе. Как раз те, кто, может быть, сомневается, ехать ли в Японию, потому что там много рыбы, вот рыбу вы не любите, не переживайте, пожалуйста, потому что в Японии очень много и мяса, и курицы, и уж точно овощей, причем замечательного качества. Вот как раз шогояки – это блюдо традиционное японское, которое готовится из свинины. Это тонкие-тонкие ломтики свинины, заранее промаринованные в соевом соусе и имбире. Там еще несколько составляющих, но сразу уточню, что это ни уксус, ни майонез, ни кетчуп, то есть ничего такого вредного. Это соевый соус и имбирь маринованный. Мясо тонкими пластиками режется, маринуется в этом соусе и потом буквально несколько секунд обжаривается на горячем гриле обычно, либо это можно, если в домашних условиях, на сковороде. Добавляются, могут быть добавлены какие-то овощи, ну, в общем-то, все, блюдо готово к употреблению. И мы можем его пробовать? Да. А пока мы начинаем пробовать, знаю также интересный факт про это блюдо, что его часто берут с собой, да, если не ошибаюсь, в таких специальных лоточках. Да, правильно. Это называется бенту, завтрак или обед в дорогу. Бенту могут как жены мужьям собирать на работу, мамы деткам собирать в школу. И бенту это часто продается на вокзалах прям, она обычно красиво упакована, то есть это не просто что-то вот на развесовом пластик положили, это красивая какая-то коробочка. В разных префектурах, в разных регионах бывают разные бенту. И вот как раз это блюдо можно есть как в горячем виде, так и в холодном. В холодном виде обычно это рисовая подушка, несколько ломтиков, еще гуяки, и, может быть, овощи маринованные. Вот замечательный обед в дорогу. Ну, вкусно и полезно, и по-домашнему. Так, никак не ухвачу, удобно. Вкусно. Очень вкусно приготовлено, да. И вот традиционная подача в горячем виде, это рисовая подушка, как раз у нас здесь внизу под мяском. И добавлены еще овощи. В общем-то вкус Японии настоящий. А пока мы продолжим наслаждаться чудесным национальным японским блюдом, шеф-повар Антон Терентьев расскажет, как он его приготовил. Чтобы оказаться в Токио, не обязательно лететь на самолете. Окунитесь в атмосферу японских традиций вместе с рестораном «Токио море». Токио море – это два этажа уникальной аутентичной атмосферы Азии. Дополняет все открытая кухня с настоящей японской коптильной, где можно воочию увидеть мастерское приготовление заказанных вами блюд. Окунитесь в чарующую, притягательную атмосферу Японии и ощутите всю красоту вкуса истинной японской кухни вместе с Токио море. Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим замечательное блюдо – это свинина шогаяки с рисом. Для этого нам понадобится слайс свиной шеи, репчатый лук, зеленый лук, соус на свинину шогаяки и свежесваренный рис. Разогреем нашу сковородку, добавим туда растительное масло. Для начала мы обжарим с вами перья репчатого лука до золотистой корочки. Добавим слайс свиной шеи. Почему именно слайс? Потому что у нас идет быстрая обжарка на масле. Мясо должно с двух сторон прихватиться и оно быстро готовится. Добавляем немножко зеленого лука. И сейчас мы добавим с вами соус шогаяки. Соус у нас состоит из соевой пасты, соевого соуса, мерин, чеснок и имбирь. Немножко добавляем воды, все это смешиваем в блендере и у нас получается замечательный соус. Добавляем все это в наше мясо. Доволим до загустения. В принципе, блюдо у нас готово для того, чтобы красиво выложить рис. Нам понадобится кулинарное кольцо. Мы выложили красиво рис. Мясо наше тоже готово. Соус немножко подтянулся. Из-за того, что там содержится мерин в этом соусе, он его карамелизует. Можно использовать сахар, в принципе, вместо мерина, если у вас нету под рукой. Немножко украсим кунжутным семенем. Мы с вами приготовили простое, но вкусное блюдо. Свинина шабаяки с рисом. Приятного аппетита. А мы продолжаем наше путешествие в мир японской кухни. И я напоминаю, что наш партнер – сеть супермаркетов доступных цен «Рэмми». Антон, и так какие продукты мы сегодня будем использовать? И, конечно, главное, какое блюдо мы будем готовить? Сегодня мы будем готовить одно из блюд нашего ресторанного меню. И это блюдо японской кухни. Мы сегодня будем готовить рамен со свининой. Для этого нам понадобится сегодня бульон, который мы заготовили заранее. Это бульон для рамена. Он готовится на свиных костях. Татьяна, наверное, нам больше про него расскажет. Обязательно. Потому что она очень на спец по этой кухне. Нам понадобится приготовленный заранее свиной рулет. У нас есть свиной фарш. Есть также отваренные яйца в соусе дарк. Это соевый соус. Да, соевый соус дарк специально насыщенный. У нас есть грибы шитаки. У нас есть домашний лавша рамен, который мы делаем на нашей фабрике. Капуста пакчой. А также пекинская капуста. Капуста нори. Насыщенное масло чесночное. Ну и все, в принципе, все ингредиенты, которые нам нужны для приготовления. Мы, наверное, начнем с того, что мы сварим с вами рамен. Мы поставили с вами прогреваться воду, да? Сейчас она закипит. Мы закинем рамен. И пока у нас рамен закипает, мы воспользуемся, наверное, нашим президентом от нашего спонсора, да? И достанем, наверное, капусту пекинскую, да? И капусту пакчой, да? Татьяна, я предлагаю вам, как специалисту, наверное, сварить нам рамен. Хорошо. Рамен – это вообще китайская лапша. Не совсем японское блюдо. В Японию оно пришло только в начале 20 века. Чем характерно, чем отличается от других видов лапши? Во-первых, она, в отличие от спагетти, которую мы знаем все, да, это гладкая лапша, она такая кудрявая немножко, с завитушками. Эта лапша делается с использованием минеральной воды. Это тоже такое большое отличие от других видов японской, в том числе лапши. Варится рамен быстро, где-то 5 минут. Сам способ подачи рамен – это такой японский фастфуд. Отдельно уже готов бульон, отдельно вот нарезаются все ингредиенты. Когда люди приходят в кафе, быстренько отваривается лапша, скажем, с пылу, с жару. Все это раскладывает, сначала кладется в чашу лапша, заливается готовым уже бульоном и украшается ингредиентами, в общем-то, на ваш вкус. Есть определенные виды рамен, уже традиционные рецептуры. Ну, в общем-то, каждое кафе может использовать разные виды дополнений, топпингов. Это, наверное, как у каждой, типа, итальянской бабушки, есть свой какой-то итальянский рецепт. Да, вот, наверное, это так. Итальянский рецепт. Также у каждой японской бабушки есть свой рецепт теста рамена. Именно так, да. Скорее, в каждом кафе, наверное, да? Это все-таки блюдо, скорее, такое, которое кушают на выходе. Дома рамен готовят довольно редко. Если только вот говорится о том рамене, который продается именно как лапша быстрого приготовления, да? Его готовят дома. Ну, есть же определенные рамены, допустим, где готовят только один вид рамена, и там люди записываются. На самом деле, большинство японских кафе, они такие узкоспециализированные. Вы не найдете в Японии. Точнее, найдете, конечно, но не так часто встречается такой ресторан, в котором подается все и сразу. Это обычно небольшой ресторанчик на буквально 3-5 посадочных мест, в котором подается 1-2 вида лапши, пиво, зеленый чай. В общем-то, все. Но это будет самая вкусная лапша. Я об этом и говорю, что узкая. Это вкусная оригинальная лапша, в которую эти лапши действительно выстраиваются в очереди. Так, Татьяна, аккуратненько. Вот. Готово. Ой, такая аппетитная. Хороший такой личный запах. Лапша у нас готова. Поставим прогреваться наш бульон. У нас стандартный бульон, который мы варим на свиных голяшках. Варится он до определенного состояния коллагена. Ну, у меня нету конкретно этого прибора, который измеряет. Потому что я точно знаю, что суть-то в том, чтобы поймать именно тот уровень, когда коллаген доходит до определенной стадии. Мы добавляем немножко азиатских соусов, да, японских, как бы, и доводим его до вкуса. Но у нас в истаране, ну, он вот такого вкуса, какой мы сейчас попробуем. Как бы, как, наверное, готовят другие ромены, это ихнее предпочтение. Вообще, готовят разные бульоны для ромены, сколько я знаю. Да, есть четыре основных бульона. Вот этот традиционный бульон, скорее, его можно отнести к бульону тонкоцу. То есть вот на свиных крещах такой жирный, крепкий бульон. Есть также, вот из основных четырех, есть бульон с использованием мясо, пасты, соевой бобы. Есть более легкие бульоны сио и сёю. То есть используем либо просто соли, либо соевого соуса. Они варятся на основе такого рыбного концентрата, называется он дасси. Но вот этот, на мой взгляд, самый вкусный вариант. Он такой крепенький, может быть, хрупким девушкам не всегда понравится. Но для мужчин вот блюдо такое используется. В основном на Хоккайдо такой бульон готовят. Хоккайдо – это северный остров Японии, откуда, в общем-то, вот рамен по всей Японии распространился. Где похолоднее. Где похолоднее, да, после горнолыжного курорта вот съесть чашку этого дымящегося жирного рамена – это очень замечательно. Антон, как правильно нарезать салат, капусту? Я думаю, правильно будет так, как у вас получится. Мы ее нарежем соломкой. Татьяна, я знаю, что очень интересная история связана с сублимированной лапшой. Да, действительно, в Японии изобретена семя, ну не знаю, насколько любимая, но известная. Я думаю, любимая. Это лапша, да, то есть это та лапша быстрого приготовления. Изобретена она в 50-е годы, причем выход самостоевания, но в Японии. Он уже имел японское гражданство и вот изобрел эту завариваемую лапшу. В 70-е годы в Японии же изобретена так называемая там капку рамен. Даже музей есть в Японии, посвященный этой лапше в стаканчиках. Сейчас мы ее можем даже в наших магазинах, в супермаркетах продается. Кап-нудл, да? Кап-ку-рамен, да. Кап-нудл – это лапша в стаканчике. То есть уже появилась возможность не использовать, не носить с собой тарелку какую-то. Можно заварить лапшу прямо в стаканчике по всему миру. Быстро эта лапша распространилась. Причем первоначально это было эксклюзивное блюдо, которое стоило даже дороже, чем рамен, купленный в кафе. Как интересно. Как все изменилось. Да, действительно. Так что нам теперь доступен такой стопроцентный деликатес, можно сказать. То, что раньше люди не могли себе, наверное, все позволить. Антон, мы нарезали. Да я вижу, у тебя салат прям получился какой-то вот. Давай мы немножко уйдем это в сторону, да? Далее мы, наверное, нарежем Татьяна рулет немножко нам на подачу. Мне уже не доверяют нарезать после салата. Вот. А я? Ты, наверное, яички порежешь пополам. Нам нужно три штучки, да, для того, чтобы... Здесь у нас рулет представлен, в общем-то, вполне нормально. То есть специально маринованный и запеченный рулет. Японии чаще используют, ну мы бы это назвали бужениной, наверное. То есть это просто кусок большой, вот мясо бывает немножко с салом. Ну, свиная грудинка здесь используется, да. Всегда свинина. То есть вы не найдете рамон с рыбой, с креветкой, такого нет. Рамон – это именно блюдо мясное. Существуют другие два, три, даже много видов лапши. Именно японская, исконная японская, они связаны с Китаем. Самое известное – это соба и удон. Соба – это гречневая лапша, удон – это пшеничная лапша толстая. Вот это исконные японские блюда, и они как раз готовятся с менее жирным бульоном, традиционным японским. И обычно как раз вот топпинг для них – это не свинина, а, например, темпура из креветки. Темпура – это жареные во фритюре, да, какие-то морепродукты, овощи. То есть это более легкое блюдо. И, в общем-то, японцы, японские домохозяйки чаще готовят его дома, чем рамон. Рамон стал вот именно более популярным благодаря такой своей сытности, универсальности и простоте приготовления. Ну и при этом, наверное, все-таки это пришедшее блюдо, а поэтому экзотическое. Да, с какой-то блюдо оно было экзотическим. Свиной бульон, который имеет достаточно большое количество коллагена, очень полезен для организма. Некосей для суставов. Сейчас это… А если это в Японии было, как бы, уже давно, ну, известно всем, то сейчас это только входит в тренд, как бы. Да, сейчас очень популярно. Да, коллаген, различные японские бамы. Причем это входит не только в бульон в рамон, да, это начали использовать много где, и в кондитерских изделиях коллаген, да, и в каких-то других блюдах. Я думаю, нам… На самом деле, наш российский холодец, в общем-то, это тоже концентрат коллагена. По сути, да. Концентрат коллагена, да, бульон у нас, в принципе, готов. Татьяна, давайте, знаете, что мы еще с вами сделаем? Мы с вами у нас немножко специфичный роман, да, мы с вами еще обжарим немножко фарша свиного. Это уже ваш интересный эксклюзив, да. Да, это у нас уже эксклюзив, да. Японская кухня является наследием ЮНЕСКО. Да, я верю. Я догадываюсь, но все же, интересно. Может быть, я неправильно догадываюсь. Я думаю, догадываетесь вы правильно. Японская кухня, она на самом деле невероятно разнообразная. Когда мы говорим, что в Японии можно попробовать, можно увидеть все, да, у меня вот на фартуке написано «Япония – это бесконечное открытие». Бесконечное открытие в любом плане, то есть ее можно бесконечно исследовать. На самом деле, вам никогда там не будет скучно. Можно ехать одному, семьей с детьми, с бабушками, всем найдется там занятие. И в том числе и еда. Еда – это тоже бесконечное японское открытие. Кухня очень интересная, разнообразная. И к тому же, что самое главное, да, известное во всем мире, что это очень здоровая кухня. Это очень полезное питание. Японцы большое внимание придают свежости продуктов. Это главное, наверное, что продукты должны быть свежими. Вот просто сорвали, приготовили, поймали, приготовили. Всем известные аукционы, да, как проходят? Да, аукционы, которые проходят. Аукционы Тунса, такой аттракцион международный, всемирно известный практически. И минимальная обработка. То есть сейчас, да, рамен – это все-таки блюдо, пришедшее из Китая, завоевавшее популярность в Японии. Но мы видим, опять же, да, что много свежих овощей. Вот как Антон нам уже говорил, что коллаген содержится. Это, в общем-то, здоровая, полезная пища относительно, насколько это возможно. Но традиционные японские блюда – это большое количество овощей. Минимальная обработка какая-то термическая, минимум какого-то уксуса, никаких майонезов. То есть это вот действительно натуральный вкус продуктов. Полезный, да. А правда ли, что в школах в Японии детей обязательно кормят икрой морского ежа? Или это миф? Наверное, все-таки это миф, потому что в Японии дети берут с собой обед. Там нет как таковых столовых, как у нас, когда все собрались, пошли. Дети находятся в своем классе. Что интересно, опять же, в японской культуре дети… В японских школах нет горшиц, нет обслуживающих персонала. Дети все сами делают. И это как раз культура мамочек японских – собирать ребенку бенто, так называемый завтрак в коробке. Это те самые, которые они самые красивые выкладывают. Вот эти вот ажурные, там, елочкой выложенные какие-нибудь нори, зайчики. Зайчики, анимешки. Там, осьминожки из сосисок. Вот это вот целого, что какая мама, насколько хватает фантазии. И детки открывают свой бенто на большой перемене, и все кушают. Поэтому про икру морского ежа, ну, скорее, все-таки миф. Каждый свой бенто собирает на свой карман, кому насколько позволяет на свой бюджет. Бюджет, да. И вот икра морского ежа – это все-таки довольно дорогое в Японии блюдо. Подается оно обычно в специализированных суси, когда вот… Ну, обычно это едят взрослые люди все-таки. Просто я слышала, что у них культура принятия в пищу икры морского ежа привела к тому, что у них самая низкая заболеваемость по онкологии. Я читала такой факт. Вот не знаю, насколько, конечно. Есть тут. Я не буду спорить, потому что, ну, в любом случае, японцы употребляют много разных морепродуктов. Причем очень свежих. Никакой замороженной рыбы в Японии. Ну, это надо очень постараться, чтобы найти замороженную рыбу. В Японии срок годности на упаковочке мяса или рыбы, он ставится… Они, во-первых, охлажденные продукты, да, это не заморозка. То есть там ночью поймали, вот она попала на прилавок, и срок годности там выставляется в часах и минутах. В Японии на срок годности ставится так же, наверное, как в Истаране, когда у нас идет ротация, наверное, и достается продукт. Если на него есть срок годности 48 часов, то, соответственно, через 48 часов мы этот продукт убираем с производства, да, соответственно, и достаем новый продукт. А они так в магазине? Да, так в магазине на сколько-то в афорисе ходят. Ну, у нас, в принципе, мы готовы к тому, чтобы собрать рамен, да, каждый свой рамен. Я на самом деле очень наблюдал за… Я не был в Японии, и, конечно, хочу там побывать. Татьяна, наверное, была в Японии, да. Я не… Я однократно посчастливилась побывать в Японии. Я не знаю, недавно стал шефовым рестораном сети «Токио», сейчас я шефовым рестораном «Токио море». Для меня это пока новая стезя, да, как бы, японский ресторан, да, я немножко не в том направлении работал до этого, но хочу развиваться в этом. Последний ресторан японский, который я смотрел, это в Москве есть ресторан «Ромэнная», называется «Языкая», по-моему, он называется. Там японские шеф-повара, которые готовят «Ромэн», очень интересные, вот, они тоже рассказывали про бульоны, про вот это вот все, как бы, ну, и привезли они туда тоже шеф-поваров с Японии, которые именно готовят «Ромэн». Очень интересные. «Языка» – это вообще общее название кафе, это такие бюджетные харчевни, можно так вот выразиться, обычно там буквально 2-3 блюда подается, это вот место, где можно после работы спокойно, сытно покушать. Как раз «Ромэн», например? Как раз «Ромэн», да, часто блюдо в «Цакаях» – это «Ромэн». Роллы – это действительно вот то, что у нас различные топпинги, это все вкусно, но от японской кухни очень далеко. Как я уже говорила, минимальный обработка, да, минимальное изменение вкуса. Получается, что у нас есть в Японии роллы, как таковые, называются они там нори-маки, а это, собственно, капуста нори, в нее завернут рис и какой-нибудь один ингредиент, например, это будет лосось или огурец. Вот все, собственно, что нужно знать о японских роллах. Суси – это тоже блюдо, которое вот кусочек риса, комочек риса, колобок, и какой-то кусочек рыбки. Все, безусловно, свежее, рис, японский рис можно есть, в общем-то, без всяких добавок, можно просто есть белый рис, это на самом деле вкусно, рис просто отличается от нашего. Но едят японцы обычно суси – это такое праздничное блюдо, для этого может быть выход в ресторан с семьей или с партнерами, с друзьями. Это именно ресторанное блюдо, дома суси, в общем-то, практически не готовится. Чаще японцы едят вот как раз сыроедом, то есть не нужно бояться, что в Японии вас заставят есть сырую рыбу постоянно. Как раз это еще нужно найти. То есть это все-таки не каждодневное удовольствие, как многие могут предположить. Это довольно дорогое блюдо, и вот действительно оно считается больше каким-то праздничным, ресторанным, а не повседневным. Татьяна, а какое, на ваш взгляд, самое необычное блюдо, которое вам посчастливилось попробовать в Японии? Есть блюдо? Или вас уже ничем не удивит? Удивить всегда можно, и на самом деле в Японии много интересного. Ну, такое, чтобы оно было, скажем, все-таки не каждое блюдо понравится европейцу. Ну, вот есть, например, такое необычное блюдо, называется танцующий кальмар. Оно часто как раз в префектуре на севере Японии, в префектуре Хоккайдо, там есть городок небольшой, Хокодате, и он славится своим кальмаром. То есть в Японии обычно город чем-нибудь обязательно славен или префектура. Это может быть или вино, или какой-то морепродукт, вот краб, вот как раз Хоккайдо славен своими кальмарами. Ну, в общем-то, довольно-таки негуманный способ приготовления. Очень свежий, соответственно, практически живой кальмар. Его повар режет на мелкие кусочки, на соломку, и заливает своим соусом. Ну, при этом, естественно, он еще продолжает шевелиться, да, вот такое блюдо получается. Да уж. Это как осьминоги, да, которые едят корейцы, да, получается, живые, да? Да, культура близки, поэтому есть что-то похожее. Блюдо готово, да, немножко мы добавим пряного масла. Не знаю, по вкусу, конечно, кому как. Антон всегда добавляет масло в программах, я помню. Чуть-чуть. Как у оливковой лили. Ну, и, конечно, наш бульон. Такой у меня специфичный ковш. Торжественный момент. Да. Видите, сразу эта пленка образуется из-за того, что концентрат коллагена, сверху образуется пленка на бульоне. Да, действительно, порция и такой можно наесться на целый день. Но когда вы будете заказывать рамен в Японии, будьте готовы к тому, что в настоящих раменах порция будет примерно в два раза больше. Даже так. Можно, в принципе, на несколько... А не как, на несколько человек заказывать? Нет, это на одного человека. И кажется, что съесть это невозможно. На самом деле, вот вам больше есть в этот день не захочется. Но это настолько вкусно, что вы просто не можете оставить вот что-то в тарелке. Ну, они же где-то у них идут 700-800 грамм тарелки. Красивые. Донбурри – это вот глубокая чаша. Вот. Мы приготовили наш рамен. Наверное, Татьяна больше, наверное, готовила. Татьяна у нас сегодня спикер японской кухни. Да, профессионал. Ну что, будем пробовать? Очень приятно, да, когда есть человек, который ведает и понимает, о чем говорит. Рамен естся очень просто. К нему подается ложка. Ну, в Японии это обычно керамическая маленькая ложка. Ну, в общем-то, неважно, можно есть как удобно. Ложкой съедается бульон, а все остальное съедается палочками. Палочками, да. Ну, оригинально, благодаря фаршу еще получается очень такой вкусный, интересный вкус. Да, Антон внес пикантности блюду. Подводим итог. Сегодня мы приготовили традиционные рамы, но с изюминкой. С изюминкой от шеф-повара Антона Терентьева. Антон, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Татьяна, вам огромное спасибо за то, что так много интересного рассказали о Японии. Я понимаю, что это лишь малая часть того, что вы можете нам поведать. Давайте предложим нашим телезрителям посмотреть рецепт, тоже дома приготовить. Это несложное, но очень вкусное и полезное японское блюдо. В Рэми всегда вкусно. Продукция собственного производства Рэми. Салаты, фастфуд и кулинария. Со скидкой 40% с 8 часов вечера и до закрытия магазина. Рэми всегда выгодна. А это была программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok